здравствуйте уважаемые зрители это место называется кони айленд справа стадион бейсбольный здесь надо понимать что год ничего не работало и парк аттракционов тоже не работал но этот аттракцион сооружать начали по моему еще до эпидемии но я его не не показывал так что будем считать что для меня это этот аттракцион новый сейчас подождем вон я вижу подымается наверх тележка и вот они поехали сейчас они мимо нас проедут в одну структу хорошо так их крутит 2 ну вот они и приехали так парковка народ пытается припарковаться так на весь день парковка стоит 40 долларов понятно почему народ на метро едет ну опять таки я уже по моему это говорил в округе тут выехать на расстоянии там 50 миль что в общем-то около часа езды хватает пляжей разнообразных так но здесь народ выходит с пляжа или с аттракционом надо перекусить поэтому тут вот различные варианты быстрого питания какие-то шашлычки пицца ну вот это же шашлыки как тут не называют по всякому все равно это шашлыки ну вот это вот знаменитое место на танку до это их главный ресторан это их главный ресторан вот и здесь народу даже побольше чем в других местах ну вот оно как выглядит так 5 центов поддох а два хот-дога на картинке нарисовано 949 так сейчас посмотрим оригинальный хот-дог стоит 4 доллара 75 вот сыром это уже будет 539 ну и так дальше ну тут не только хот-доги там всякие картошка какие-то еще там всякое такое поджаренное плюс еще всякие рыбные вещи есть ну рыб морепродукты о какой это на всякий случай Харли Дэвидсон кто не знает а это владелец все все 1199 половина цыпленка дороговато конечно потому что целый стоит по-моему 6-7 долларов в магазине зажаренный тоже самое ну у них может быть особенный какой-нибудь рецепт бабушкин секретный состав кетчупа в общем все что хотите так вот на этом месте проходит ежегодно в рекламных целях как они его называют чемпионат мира по поеданию хот-догов чемпион за 10 минут успевает съесть там 70 и больше стук не помню я сейчас уже какой-то рекорд мира но это опасное развлечение вот кстати вон пиво даже есть потому что организм не в состоянии переварить 70 там сколько оно веса там какого получится это тесто с этим мясопродуктом из сосисок поэтому наверное они даже это сказать едой едой это не назовешь они просто стихивают это в себя и потом видимо быстро быстро делается промывание желудка потому что иначе можно вот закончить эти соревнования навсегда года 3-4 назад я это заснял действие тут оказался фокус в том что близко не подойдешь а снимал я оттуда от станции метро на удалении и в общем получается что приходить сюда на день когда у них там вот эти соревнования проходят неинтересно все оцеплено огорожено вот здесь небольшая группа то ли приглашенных то ли купивших билеты болельщиков а остальная толпа стоит там на жаре и практически мало чего видит так ну здесь всякие магазины слева большой парк аттракционов а справа это его развитие это то что построили потом уже как-то дополнительно так вот это вот стоит произведение технического гения оно вроде какой-то гибрид мотоцикла и автомобиля видите три колеса если бы два колеса были сзади то это был бы уже автомобиль а так два колеса скуриги одно колесо сзади два судения открытая кабина не знаю как на нем в детке ездить и по жаре тоже полностью тогда светит ну так если считать что понты дороже денег то все нормально так ну вот здесь какой-то вход в аттракционы я вижу там какие-то новые построены внутри вон куда далеко полетели в космос это было это было это я уже показывал это было а вот там виднеется что-то желто-красное это какая-то новая вещь как этого еще не было да видимо обновили аттракционы потому что там были уж совсем старые вот а здесь автогонки на карте Детям это очень интересно, катаются взрослые. Ага, идите как пассажир, ну правильно, малышушку не дашь, уедет не туда. Опа, это называется, это называется accident. Столкновение, авария. И довольно сильно, довольно сильно, были бы не пристегнутые, могли бы и вывалиться. Столкновение, авария. Тут видно, что женщины ездят осторожнее и аккуратнее. Так, остановили. Так, мальчику какое-то предупреждение. Да. Я вспоминаю, в советское время у нас подобные вещи были электрические, не бензиновые. Эти вроде бензиновые двигатели. Вот. Но там площадки были намного меньше, и они были, тут же железная, видите, загородка какая-то, крепкая такая. А тот советский вариант, они были резиной, толстым слоем резины окруженная. Поэтому столкновения были мягкими. А здесь жесткие. Так что тут надо пристегиваться всерьез. Так, ну ладно, пойду посмотрю, что тут еще есть. Вот меня вот этот заинтересовал аттракцион, вот эта вот желтая и красная. Ну, похоже, там в парке шесть флагов, там не только такие, там выше и больше. То есть, в принципе, понятно. Так, что-то вон там едет, вроде бы. Так, это не мой телефон звонит. У кого-то на громкую связь выведет. Так, ладно. Вот так, ладно, время. Продолжение следует... 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 Просто вчера в нескольких местах я их виду, а вот этот еще не в национальном наряде. Видимо какая-то организовалась группа и они Так, даже не знаю лезть мне в эту толпу или нет, где эти аттракционы, ну я их как-то несколько лет назад показывал подробно, я вижу, что не очень сильно тут все изменилось, вот эта желто-красная появилась и все, на самом деле В моем представлении в таком огромном городе Можно было бы под парк и больше места выделить и посовременнее аттракционы, но это бизнес, это частные инвестиции, есть владельцы И опять-таки еще раз, мои советы здесь неуместны Я показываю то, что есть Даже стараюсь оценок не давать Ну людям нравится, видите, люди отдыхают, ну толпа приезжает Так оно, вот с этой стороны пляж, с этой стороны парк, тут же есть везде где чего послушать Тут даже, по-моему, есть одна кафешечка, где можно даже вина выпить немножко Дороговато, правда, но чуть-чуть Чуть-чуть там можно Так, вот билеты Касса Это все еще в этот парк аттракционов, вот я все еще вдоль не выйду Так Так, 75 долларов Это если выше 48 дюймов, ниже 48 дюймов, 45 долларов Разовые поездки Вот тот аттракцион, который я первым показывал, он называется Thunderbolt 10 долларов Ну, а кто сказал, что будет легко? Ну, это 45 долларов, это получается, что ты сюда заходишь и целый день можешь кататься Вот в чем дело С другой стороны, так как много людей Ну, я не вижу уже много людей Вот карусель крутится, а людей на ней, по-моему, вообще никого нет Кого она крутит? Просто так Страховать надо того, кто крутится Да, людей нет Так вот, когда много людей, получается неудобно, потому что очереди везде Ну, сейчас время уже восьмой час, поэтому очереди нет Ну, а так Не знаю, мне кажется, что все необходимые аттракционы здесь есть Так, вот это, наверное, пиво холодное Так, еще раз обращаю внимание, никто не курит и пьяных нету Что-то не заходим Я, да, сейчас не знаю, мы приехали На южном центре Как я выдаю? Да Сейчас Старез Как я выдаю? Уже Да По-не Так Да По-не Вот эта стена разукрашена, посвящена Нью-Йоркскому аквариуму. Вон там впереди виднеется такое блестящее здание. Это и есть Нью-Йоркский аквариум. Так, а тут что-то такое, я не пойму, танцплощадка что-ли? Какая-то большая толпа дороги. Ага, это флаг. По-моему это Порто-Рико, хотя могу перепутать. Баскетполисты. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что скажешь плохого? Народ веселится, развлекается, танцует. От души никто никого не заставляет. Норма. Так. А вот написано Нью-Йоркский аквариум. Там как бы парк. Нью-Йоркского аквариума. Что-то я не припомню, что это такое. Ну, попробую заглянуть. Дальше просто бордог. Это я уже... Ну, понятно, доски. Местами эти доски сейчас заменили бетонным покрытием. Так. Расписание занятий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. То есть фактически это вход в аквариум. Ну, уже позднавательненько, наверное. Так. И вон видно, по чем билет. Так, написано с 10 до 7 вечера. Сейчас уже восьмой час. Для взрослых билет 30 долларов, для детей 25. Ну, в Нью-Джерси, в Камдене билет дорожный. Там, по-моему, по 40 долларов были. Но там, наверное, он все же слегка и побольше. Хотя, в этом я не был. Так. Вот там виднеется такое металлическое сооружение. Это станция метро. Вот я, наверное, дойду до нее. И поеду к месту постоянной дислокации. Так, тут еще и парковка какая-то дорогая. Вот я помню, что мне как не понравилось здесь билеты и парковка дорогая. И я посмотрел, поехал в этот Камден. Что там? Полтора часа. В Филадосе я от Нью-Йорка недалеко. Вот смотрите, какие здания. С видом на океан. С торца. Камден. В Филадосе. В Филадосе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И счастье продавца... Очередь стоит... Замороженная... Вот такая вот... Станция метро... Называется она... Вест 8-я стрит... Нью-Йорк Аквариум Стейшн... Так... Ну вот это вот все, что я прошел... Это все там парк аттракционов... Ну я просто вовнутрь не заходил... Так... Здесь два поезда... Два маршрута... Ф и Кью... Мне нужен Кью... Так... Одна минута до Кью... Я, наверное, уже не успею... А следующий через 13 минут... Так... Так... Это... Ф... Акью... Выше... На третьем этаже... Вроде успел... А... Это не та сторона... Надо на пусту... А... Это не та сторона... Надо на пусту... А... Во... А... В последнее... В последнее... В последнее... Наэт... Так... Так... Что одно... Вот... Акция... Как helpful... Там.. Нанс. Субтитры делал DimaTorzok О, вовремя я пришел 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 Добрать-то я не дошел Но я его увижу Из окна Ну, такие вот высокие дома В большом количестве там квартир Народ, в общем-то, не очень лежит Потому что лифт может сломаться Вот, или быть занятым О, какая парковка В общем, если кто-то из зрителей Этого видео соберется Ехать В Нью-Йорк То На Манхэттене Жить вероятность не очень большая А скорее всего Где-то вот в этих местах Ну как, тут и русскоязычного населения побольше Вот он, Брайтон, начинается здесь И для начала устроиться здесь полегче Ну, многие прошли через это Не зная пока языка Это главное препятствие Ну, а потом уже Когда ознакомившись И поняв Что с русскоязычными Как бы соотечественниками Лучше попрощаться Перебираются В разные другие места И в другие города И везде Но Нью-Йорк Почему притягивает Притягивает большое количество людей Здесь зарплаты повыше И легче найти работу У Нью-Йорка Особенно вот на Манхэттене Там Очень много Хороших И очень хороших Рабочих мест Хорошо так Высоко оплачиваемых В общем, лучше всего Обслуживать миллиардеров Они Вот это уже станция метро Вроде как это Брайтон-Бич Да Это станция метро Брайтон-Бич Вот эти улицы Которые Перпендикулярно Они все называются Брайтон И под номерами Там Один, два, три, четыре, пять И вот такие улицы Видите Они все выходят в океан Океан тут рядом О, океан я вижу Вот Станция метро Брайтон-Бич Вот этот Район Где Вот эти Красноватое Здание Это считается Такой Престижный Район Дороговатый Называется Ашана Вот он Сейчас Красный Там Квартиры Так По миллиону Долларов Вы можете Быть И больше Ашана Это просто Океан Субтитры Субтитры Дороговатый Игорь так вот это переезжаем был и брэйтон бич остался сзади а здесь начинается район который называется шипс хэт бэй и станция метро соответственно точно так же называется шипс хэт это голова овцы голова барана когда-то здесь кони айленд никогда засыпали пролив то остался залив не до конца досыпали остался небольшой залив который назвали по названию рыбы которые там обитала довольно редко она напоминала голову барана а вот это кстати первый небоскреб на брайконе очень странная архитектура но первым там какие-то критерии чтобы признать небоскребом станет больше 30 этажей на вот и лидусов метров но он просто здесь очень высокий на 30 этажей по моему вот весь у этой рыбы еще отличие как пишут зубы похоже на человече есть она сейчас там в этом заливе не залив грязноватый там много проблечься вода не про точно поэтому скорее всего хаму этой рыбы и нет уже но название осталось вот такой вот вид стандартный вид станции метро нью-йоркских вот такой что-то типа платформы электрички вот примерно так закапывать здесь даже если бы были деньги у этих частных компаний смысла нет нормальный едут и по поверхности там на самом брайтоне на кони айленд они идут по эстакаде тоже там какие-то забучие пески в общем там какие-то сложности с почвами на берег океана любой шторм залила заливала бы эти туннели все поэтому поставили это эстакада да может быть не сильно эстетично но зато это было намного иначе могло бы и вообще никакого метро не было не хватило бы и все вот они большинство из этих станций метро примерно так выглядит только вывезти на месте на этом наверно все суббота заканчивается всем до свидания до новых встреч берегите себя до новых встреч до новых встреч